Всем привет, с вами канал Science Daily. Один из ракетных двигателей BE-4 компании Blue Origin взорвался во время испытаний в прошлом месяце. От готовности двигателей BE-4, разрабатываемых компанией Джеффа Безоса, зависят сроки первого запуска сразу двух ракет-носителей. Это тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin и тяжелая ракета Vulcan компании United Launch Alliance. Причем ракета-носитель Vulcan должна прийти на смену ракетам-носителям Atlas V и Delta IV, последние запуски которых уже забронированы до 2024 года. И вот в ходе огневых испытаний двигатель BE-4 взорвался примерно через 10 секунд после их начала. И хотя никто из персонала не пострадал, это событие может еще дальше отодвинуть и без того уже несколько раз сдвигаемые сроки первого запуска ракет Vulcan и New Glenn. И тем не менее, генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно написал в своем аккаунте в Твиттер, что двигатель BE-4 уже прошел квалификационные испытания, а это значит, что его конструкция в целом надежна. Кстати, не так давно стало известно, что у компании United Launch Alliance также возникли проблемы с ракетой Vulcan. Дебют этой тяжелой ракеты-носителя должен был состояться в начале мая в рамках миссии по отправке посадочного модуля Perigreen частной американской компании на Луну. Однако этот пуск был перенесен после того, как 29 марта в Центре космических полетов имени Маршалла во время испытаний взорвалась первая ступень ракеты Vulcan. Ракета-носитель Vulcan – это двухступенчатая тяжелая ракета высотой 60 метров и диаметром 5,4 метра. Предполагается, что на ее первой ступени будут использоваться два двигателя BE-4, работающие на жидком метане и жидком кислороде. А на второй ступени два двигателя RL-10, разрабатываемые компанией Rocketdyne и работающие на жидком водороде и кислороде. Ракета-носитель Vulcan в конфигурации с шестью боковыми ускорителями сможет выводить до 27 тонн нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 7 тонн на геосинхронную орбиту. При этом некоторые элементы первой ступени ракеты планируется сделать многоразовыми. Что касается ракеты-носителя New Blend, то этот носитель компания Blue Origin разрабатывает еще с 2012 года. Предполагается, что ракета будет иметь две ступени, высоту 98 метров и диаметр 7 метров. На первой ступени ракеты, которая будет многоразовой, предполагается установить семь двигателей BE-4, а на второй ступени будет установлено два двигателя BE-3U, также производимых Blue Origin, но работающих на топливной паре водород-кислород. Ожидается, что ракета-носитель New Blend сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 тонн, а на геопереходную орбиту до 13 тонн. Первый запуск ракеты-носителя New Blend теперь запланирован на 2024 год. И будем надеяться, что его не перенесут из-за недавних неудачных испытаний двигателя BE-4.